Большая радость постигла каждого порядочного человека при новости о том, что российское так называемое правосудие не упрятало Бориса Юлевича Кагарлицкого за решетку. Это канал Militantalks и сегодня мы поговорим о деле Бориса Юлевича Кагарлицкого. Здравствуйте! Кагарлицкий это социолог и левый публицист, главный редактор издания Rapcore с 2008 года. Еще с 1970-х годов он участвовал в левом диссидентском движении. В 1980-х Кагарлицкий провел год в тюрьме по обвинению в антисоветской пропаганде. В современную эпоху он известен как блогер и один из лидеров левого общественного мнения, а в феврале 1922 года публично выступил против империалистической войны на Украине. Напомним, что в мае прошлого года он был объявлен иностранным агентом, но в отличие от многих он мужественно остался в России и открыто высказывался против войны. Но уже 25 июля 1923 года ФСБ арестовало Бориса. Ему было предъявлено обвинение в оправдании терроризма, засказанную в 1922 году фразу, что военные цели украинской атаки на Крымский мост, цитата, более или менее понятны. Обвинение по данной статье грозило ему семью годами тюрьмы. Цинизм и одновременная комичность этого ареста состоялось с самого начала в том, что ранее он уже арестовывался КГБ в 1982 году, за несколько месяцев до смерти Брежнева и за 9 лет до краха бюрократической системы в СССР. Однако дело Кагарлицкого не было единственным за последнее время. Широко известно об облаве на мероприятии организации ОКИ, посвященной обсуждению программы переходных требований Троцкого. Полиция и сотрудники Центра противодействия экстремизму ворвались на мероприятие и в грубой форме положили участников мероприятия на пол, изымали телефоны, давили психологически. К некоторым применили силу, отвели в соседнее помещение и долго не выпускали, а также незаконно требовали назвать пароли от телефонов. После длительного нахождения в полиции активисты ОКИ были подвергнуты суду, но грамотное заполнение протокола привело к возвращению протокола обратно полиции. Также 9 декабря на лекцию о коммунистическом движении в Саратовский дом кино пришла полиция и задержала 7 человек. Людей доставили в отдел полиции номер 1, двоих отпустили без составления протокола, остальные долго находили в задержании. Эти акции устрашения направлены на подготовку списка потенциальных активистов антивоенного движения. Такой список нужен власти для того, чтобы в случае объявления новой волны мобилизации задержать активистов до того, как они смогут призвать народ к акции гражданского неповиновения. Компания давления на левых активистов, которая раскручивается вот уже который месяц, была развязана врагами социалистических сил в нашей стране. Это очередной этап позорной политики репрессии, которую власть открыто проводит с самого начала вторжения на Украину. Правители нашей страны по профессии являются тюремщиками, а по натуре мелкими жуликами. И как любой жулик боится шума, боится огласки своих деяний, так и наша власть боится внимания к своим поступкам. Противодействие каждой новой посадки – важное политическое действие, уменьшающее вероятность новых репрессий. Одним из средств такого противодействия является максимальное распространение информации о каждом акте репрессии. Широкая огласка превратила процесс Кагарлицкого в позор для власти, но Кагарлицкий – не такая могучая фигура, по которой судебные решения принимаются на уровне Путина или членов Совета Безопасности. На заседании суда 11 декабря стало известно, что дело возбудили после доноса депутаты Думы города Ухта в республике Коми Леонида Красноперова. Из-за написанного в республике доноса дело рассматривают именно в Сыктывкаре, а не в Москве, где жил и был задержан Кагарлицкий. Широкая огласка в левой среде и даже среди части либеральных и демократических изданий автоматически придала высокие требования к доказательной базе следователей, которые в нашей стране не привыкли работать чисто. Следователи не смогли найти достаточных оснований для подпорки позорного обвинения, но и прокуратура приняла эти материалы без того, чтобы заставить следователей довести дело, что называется, до ума. И как итог, прокурор запросил до Кагарлицкого пять лет тюрьмы, но по итогу суд вынес к Кагарлицкому запрет на администрирование изданий, что, конечно, как мы понимаем, является фикцией, которая очень легко обходится. А во-вторых, присудила Борису Юрьевичу штраф в размере 600 тысяч рублей. Интересно отметить, как в нашей стране мы уже радуемся обвинительному приговору и считаем большим успехом и удачей то, что ни в чем невиновного человека не засадили в тюрьму. Особенное паскудство суд над Кагарлицким приобретает в свете регулярного помилования Путиным то одного, то другого маньяка, насильника, убийцы за участие в специальной военной операции. Таких наша власть считает своими, и потому в их отношении действует принцип, сформулированный испанским диктатором-фашистом Франком «Друзьям все, врагам закон». Левый публицист почти полгода провел в холодном СИЗО в Сыктывкаре, но сегодня, к счастью для всех нас, дело Кагарлицкого доказывает нам, что арест и заключение еще не означают автоматического приговора и тюрьмы. Широкая огласка и чувство солидарности, которого не хватает многим лидерам левых организаций, вот средство, с помощью которого обвинение попросту разваливается в суде. И судья выносит обвинительный приговор только потому, чтобы окончательно не опозорить силовые структуры, к которым имеет отношение практически любой судья в нашей стране. Начиная с первого дня ареста, мы выражали солидарность с Борисом Юлевичем и распространяли информацию о его деле при помощи нашей газеты. И потому каждый из наших товарищей очень рад этому событию, из которого так же, как и с других событий кампании против левых, мы должны извлечь конкретные практические уроки безопасности. Безопасности, которая должна стоять в центре любой политической акции, так же, как это происходит в Милитант. Пожалуй, это единственная положительная новость до последнего времени. Дорожите такими новостями и извлекайте уроки. И как написал Тростке одному из американских коммунистов 20 августа 1940 года, цитата «Я узнал от своего друга, что 23 августа вас выпустят из тюрьмы. Из своего личного опыта я знаю, что такой день очень приятен. Я желаю вам всего наилучшего и особенно не торопиться возвращаться обратно». Нам нечего добавить к этим словам. Бориса Юрьевича с освобождением, а вам всего хорошего. До свидания.